Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и Круглый стол. Уже в конце октября жители Чуваши увидят в своих квитанциях за ЖКХ новую строчку – плата за вывоз и дальнейшую утилизацию твердых коммунальных отходов. Если раньше вывоз мусора был какой-то услугой, то теперь она стала коммунальной услугой. И вот сейчас мы поговорим об этих нововведениях с нашими гостями. Давайте знакомиться. Сегодня в нашей студии Владимир Юрьевич Михайлов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Здравствуйте! Здравствуйте! Марина Витальевна Кадилова, руководитель государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Здравствуйте! Виктор Владимирович Кочетков, руководитель государственной жилищной инспекции Чувашской Республики. Здравствуйте! Лариса Геннадьевна Арсеньева, первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики. Здравствуйте! Евгений Фердинандович Майрин, руководитель регионального оператора по обращению с ТКО, ООО «МВК-экоцентр». Здравствуйте! Очень рада вас сегодня здесь видеть. Тема действительно такая интересная. Ее обсуждают везде. И переход на новую систему в области обращения с отходами. Что нас ждет? Расскажите в конце октября. И что видят жители, как на себе ощутят вот эту вот новую систему в области обращения с отходами? Владимир Юрьевич, наверное, с вас начнем. Ну да. Поделитесь своими впечатлениями. Наверное, начну с общего. Для кого, наверное, не секрет, что мы переходим на новую систему в обращения с отходами. Да, действительно, это такая историческая проблема. Я думаю, все понимают, для чего мы переходим, какой смысл в этих мероприятиях. В целом, что можно обозначить? К данному вопросу мы готовились на протяжении, там, низких лет, соответственно. Конечно, мы сегодня еще в рамках программы затронем различные аспекты и вопросы данного мероприятия. Но в целом, что можно сказать? Республика определила на сегодняшний день регионального оператора, который будет осуществлять свои деятельности на территории Чувашской республики. Ну и, соответственно, в процессе, так скажем, реализации его полномочий, конечно, и у наших граждан, телезрителей, соответственно, будут возникать определенные вопросы, которые мы будем в процессе уже реализации их снимать. Ну, если говорить коротко, это все, наверное. А что касается самого регионального оператора, как он будет работать у нас уже, мои коллеги, наверное, дополнят. Кто такой региональный оператор? Для нас это какое-то новое понятие, да? Многие не слышали, не знали. Региональный оператор по обращению с ТКО. Что это? Как это будет работать? Да, разрешите. Региональный оператор – это организация, которая осуществляет, можно сказать, комплекс мер, связанный с работой с твердыми коммунальными отходами. В эти услуги входит, в первую очередь, сбор, транспортировка, обработка, утилизация, соответственно, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. То есть весь этот комплекс мер, за него на сегодняшний день отвечает региональный оператор. Данный региональный оператор – это компания ООО «МВК» и «Экоцентр», выбран, соответственно, на конкурсной основе. И, соответственно, было подписано соглашение с министром Чуваши. Мы, как организатор конкурса, соответственно, и подписали соглашение с данной организацией. И была определена единственная зона, то есть зона на территории Чувашской республики, то есть вся территория Чувашской республики на сегодняшний день входит в зону деятельности данного регионального оператора. Ну, давайте с вами знакомиться, региональный оператор Чувашской республики. У вас теперь большой фронт работы, чем будете заниматься. И на какой срок выбрали регионального оператора, то есть сколько мы будем с вами сотрудничать? Соглашение с Минстроем подписано на 10 лет. Все эти 10 лет надеемся, что мы будем в тесном сотрудничестве работать. Компания сегодня ответственна за весь цикл обращения с отходами. Это от погрузки в мусоровоз до выгрузки на полигоне. Вот этот весь цикл, который мы должны проследить, который организовать, относится к деятельности регионального оператора. Как мы уже сказали, региональный оператор действует на всей территории Чувашской республики. Все сельские поселения тоже сюда входят. Поэтому сегодня у мусорообразователей, они так прописаны в законе, наступает обязанность платить за вывоз твердых коммунальных отходов. Если этого права еще не было раньше в законе, сегодня это прописано законодательно, это является коммунальной услугой. Точно так же, как и остальные строчки – газ, вода и… Да, конечно. Хорошо. Ну тогда, как почувствует на себе житель Чувашской республики? Он получает квитанцию, кто-то в конце октября, кто-то в ноябре, и увидит вот эту новую строчку. Какие нормативы, тарифы на услугу по обращению с ТКО? Как мы теперь почувствуем разницу? И на сколько будет эта разница? Если раньше в многоквартирных домах платили за эту услугу, она была в содержании жилья, и оплата была по квадратным метрам, то сегодня оплата будет производиться на человека, проживающего или прописанного в той или иной квартире. Также это касается и частных домовладений. Сегодня эта услуга будет стоить 74 рубля 44 копейки. Данная услуга у нас уже выходит из разряда жилищных и становится чисто коммунальной услугой. Для того, чтобы данная процедура была проведена, то есть протокольное решение собственников об исключении платы из размера платы за содержание, приниматься нет необходимости. То есть это все произойдет автоматически. Единственная управляющая компания за 10 дней, месяца, предшествующему, когда региональный оператор начинает свою работу, должна уведомить всех собственников в помещении в многоквартирном доме о том, что изменяется размер платы за содержание. И в случае, если есть такая необходимость, управляющая компания обязана по требованию собственников предоставить расчет изменения этого размера платы. Но, как вы понимаете, начисление будет производиться, исходя из количества проживающих и временно проживающих. Под временно проживающим мы подразумеваем это те люди, которые проживают в данном помещении более 5 дней. Информацию о проживающих и временно проживающих получается у нас собственники помещения должны предоставлять в течение 5 дней региональному оператору. Или в случае, если он будет являться исполнителем данной коммунальной услуги. Ну, свое, это когда данное решение должно быть подтверждено протокольным решением. Если решение такого не будет принято, то, соответственно, исполнителем будет считаться все-таки управляющая организация. Вот. Но, сами понимаете, что данная коммунальная услуга, она у нас не будет предоставляться на общие домовые нужды. То есть будет только исходя из того количества людей, которые у нас в помещении проживают или временно проживают. Также будет в случае, если такая ситуация у нас, в принципе, тоже возможна, когда в жилом помещении отсутствует информация о временных и постоянных проживающих, то тогда начисление платы будет производиться из количества собственников данного помещения. Но все-таки обязанность, не то, что обязанность, есть возможность у каждого собственного помещения подтвердить, что в данном помещении никто не проживает, и предоставить соответствующие документы. Это либо платежные документы по тому месту, где он проживает в настоящее время, либо любой документ, который собственник считает, потребитель считает, что подтверждает факт его неполучения данной коммунальной услуги именно по этому помещению. Ну, в принципе, думаем, что сейчас действительно работа с населением ведется, конечно. То есть вы встречаетесь, выходите на встречу с горожанами? Ну, на разных площадках мы встречаемся с населением. Ну, то есть у людей, конечно, очень большое количество вопросов. В частности, конечно, больше по частному сектору, где у нас население проживает в частных домах. Их интересует вопрос и по организации контейнерных площадок, и по периодичности вывоза мусора. То есть всю информацию доводим. Хорошо, но, наверное, еще и волнует все-таки, сколько будем платить, за кого будем платить и как будем платить. Ну, конечно же, это очень важный аспект. Для того, чтобы услуга по обращению с отходами стала коммунальной, необходимы две условия. Первое условие – это подписание соглашения, что и было сделано министруем. Второе – это установление тарифов. Региональный оператор сегодня в орган регулирования тарифов, то есть Госслужба по тарифам, обратилась. Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам своим постановлением определила сегодня величину тарифов. Тарифы установлены как в кубических метрах, так и в тоннах. Это 442 рубля 22 копейки на один кубический метр. Стоимость, конечно, я называю СНДС. Если в тоннах, это 4138 рублей 64 копейки. Почему эти две величины? Установлены. Для того, чтобы все-таки у нас был учет. Сегодня не все многоквартирные жилые дома, не все, так скажем, полигоны имеют весы. То есть автомобили приезжают, забирают твердокоммунальные отходы. Мы замеряем в кубах, если это контейнера, если автомобиль сегодня не взвешивает. Дальше перевозчик привозит этот мусор на полигоны. И на полигонах обязательным условием сегодня является взвешивание мусора. Поэтому над этим сегодня оригинальный оператор работает, чтобы учет был, так скажем, достоверный. Да, говоря о том, что сегодня фактическая оплата услуги сбора, вывоза, утилизации твердокоммунальных отходов, как мы говорили, или по-новому называемому твердокоммунальных отходов, она осуществляется в рамках платы за содержание жилья. Для каждого плательщика эта величина своя. Мы вот попытались проанализировать, это может быть от нескольких копеек до 3 рублей 80 копеек. В Чебоксарах она варьируется вот в этом диапазоне. По муниципальным образованиям Шумерли, Канаш, Латарский, Паретский район, тоже такой же анализ был произведен. И сказать, сколько это в среднем по Чувашской республике мы не можем. Услуга, она сегодня нерегулируемая, еще раз говорю, да. И управляющие компании свои затраты собирали и складывали, так скажем, в один квадратный метр. Но с приходом регионального оператора эта величина будет всем понятная. Как и жилищный кодекс говорит, норматив умножается на тарифы и определяется плата. Вот в этом случае наши тарифы, которые я назвала в кубах или в тоннах, они умножаются на норматив, установленный мистроем Чувашии. Это 2,02 куба на одного человека в год. И таким образом определена сегодня оплата на одного человека в месяц 74 рубля 44 копейки. Да, действительно, мы говорим о том, что частный сектор на сегодняшний день, как правило, не оплачивал за услугу. Их породил площадок нет. Сегодня орган местного управления обеспечивал этот сбор, вывоз, утилизацию, так скажем. Ну вот, с введением услуги как коммунальной мы будем сегодня над этим работать, чтобы с каждым человеком были заключены договора. Это, так скажем, реликатива регионального оператора. От этого будет зависеть, насколько предприятие сработает и каким образом мы на следующий год будем анализировать, устанавливать тарифы, исходя из объемов, как мы говорим, исходя из той необходимой маловой выручки, необходимых денежных средств для обеспечения услуги по обращению к коммунальными отходами. Эта величина 74 рубля 44 копейки. Она себе предусматривает затраты как сбора, забирает с контейнерной площадки, перемещает ее до полигона. Если промежуточные у нас есть стадии, это сортировка, обработка и, конечно же, утилизация. Вот и то, так скажем. Порядка 46% в доле тарифа составляет эта услуга по транспортированию. Столько же занимает услуга по утилизации. И порядка 6-7% это затраты самого регионального оператора, для того, чтобы она могла сегодня организовать весь этот процесс. Законодательство сегодня четко прописывает, какие затраты предусматриваются в тарифах. То есть есть у нас нормативно-правовые документы, принятые на уровне правительства Российской Федерации. Это федеральный закон об отходах производства, так скажем. Это основывается на образовании сферы обращения с твердокоммунальными отходами. Это приказ, методические рекомендации по расчету тарифов. Поэтому все наши расчетные величины сегодня определены, исходя из той законодательной базы и соглашения, подписанного за данным предприятием. Цифр действительно много. И чтобы человеку разобраться, куда он может обратиться, может быть, не знаю, горячая линия у вас работает, на сайте что-то есть. Где вот эти вот все тарифы человек может для себя уяснить, понять, еще раз посмотреть, видеть? Непосредственно на нашем сайте, как органы регулирования тарифов, есть баннеры, специально созданные вот сегодня. Переходя на новую систему обращения, с правой стороны странички, можно зайти, посмотреть все нормативно-правовые документы, те постановления, которые приняты у нас по установлению тарифов. Также есть ссылочка уже на сайт организации, непосредственно занимающейся сегодня сбором, вывозом, так скажем, твердокоммунальных отходов. Полная информация, она предоставлена. Также есть там материалы, публикации и наши презентации, слайды. Ну, к вам люди могут обращаться напрямую? Да, безусловно. Мы сегодня расположены по адресу Ярославской 76, четвертый этаж. Также могут все заходить на наш сайт ООО МВК Экоцентр. Все новые нововведения, которые сегодня происходят, мы там размещаем, оперативно все могут посмотреть. На самом деле, да, ожидаем, что от граждан, соответственно, будут поступать различные вопросы. Наиболее часто задаваемые вопросы, конечно же, мы уже их выделили, и, соответственно, будем размещать их, в том числе, на наших сайтах. И коллег попросим по региональным операторам, соответственно, для размещения этих вопросов и, соответственно, ответов на их сайтах. То есть, как можно больше широкое освещение этих вопросов мы будем предоставлять для наших граждан. В целом, можно обозначить, что основной вопрос, наверное, после тарифного, скажем так, регулирования, вопрос нормативов. Хотелось бы немножко рассказать о нормативе, который утверден Министерство строительства Чувашской республики. Данный норматив был утвержден в ноябре 2017 года. Были, скажем так, проведены замеры во всех муниципалитетах, согласно методике, скажем так, в три сезона. Это зима, лето и, соответственно, переходный период, там, весна, осень, так скажем. Поэтому, который вот и вышел наш документ. Конечно же, возникает очень много споров, соответственно, по как вы это считали. В целом, методика полностью удержана, соответственно, данный норматив утвержден. И на сегодняшний день, если посмотреть в сравнение с другими субъектами, все те, скажем так, нормативные показатели, они соответствуют. И в том числе, вот если мы возьмем, например, Мариэл, Татарстан и другие субъекты, приборщиков федерального округа, нормативы, все, скажем так, в пределах погрешности. Конечно же, это привело к тому, что на сегодняшний день актуальный тариф, который на сегодняшний день реализован на территории Чувашской республики, он дал о себе знать. То есть, один из самых низких на территории России федерации. Его можно обосновать чем? В первую очередь, то, что мы определили одну зону. Все знают, что Чувашская республика, на сегодняшний день, одна из, скажем так, с высоким уровнем плотности населения. Соответственно, плечи по доставке непосредственно, по перегрузке мусора непосредственно от источника мусора до непосредственно полигона, соответственно, не такие большие по сравнению с другими субъектами. Поэтому на сегодняшний день установлен тот тариф, который, в принципе, отражает экономическую действительность. И мы считаем, что очень такой для населения неплохой тариф по сравнению с другими субъектами. Это надо признать, нужно об этом говорить. Соответственно, далее основная задача – это оптимизация работы непосредственно регионального императора. Мы все прекрасно знаем, что мусорная проблема – это такая довольно-таки сложная. И если мы говорим на примере других стран, с такими проблемами столкнулись и европейские страны, проблему Тиапуония. Все видели чемпионат мира по футболу, как относятся к мусору после себя, так скажем, и делегаты этих стран, так скажем. Надеется, когда-нибудь мы привьем эту культуру на территорию Российской Федерации. В целом, можно обозначить, что это только начальная стадия. Мы прекрасно понимаем, что будут сложности. И, конечно же, наверное, надо признавать гражданам подняться с пониманием. Мы, соответственно, с своей стороны организуем все ответы на вопросы, которые будут возникать в процессе реализации данного мероприятия. Соответственно, мы будем дальше работать для того, чтобы в целом повысить, в первую очередь, экологическую безопасность Чувашской республики. Повысить качество жизни наших граждан. Это одно из самых, наверное, важных мероприятий, от которых мы отталкиваемся. Ну, хорошо. Такая необходимость появилась очень много. Задает как раз вопрос, почему была выбрана одна компания. Это было действительно важно, это нужно. То есть опыт других регионов, других стран мы используем. Мы на что опираемся? На самом деле, я уже обозначил этот вопрос. Мы говорим о том, что территория республики, она не самая большая, если сравнить с другими субъектами Российской Федерации. Плод отселения высокая. То есть необходимость создания двух зон работы регионального императора, либо трех, соответственно, как у некоторых субъектов реализована, я думаю, что ее нет. Как раз в связи с тем, что мы выбрали одну зону, привело к тому, что у нас наиболее низкий тариф, который фактически ляжет меньше нагрузкой по сравнению с другим субъектом на наши граждане. А это, я думаю, назначено для нашей республики. Ну, хорошо. Если с теми отходами, которые организованно вносят жители на площадку контейнерную, в контейнеры выбрасывают, да, есть еще очень много таких, ну, скажем, несанкционированных свалок, которые появляются стихийно, то там, то здесь в республике. Вот как за это вы отвечаете, или это уже не ваша зона ответственности, вы работаете исключительно с тем мусором, который около жилых домов, около там, ну, в населенных пунктах? Да, это зона нашей деятельности, несанкционированные свалки. Ну, вот на сегодняшний день мы дополнительно выявили порядка 224 несанкционированных свалок, вот, которые надо будет постепенно ликвидировать. Федеральный закон однозначно трактует этот вопрос, что несанкционированная свалка должна будет ликвидирована собственником земельного участка. То есть, если это несанкционированная свалка образовалась на территории муниципального образования, естественно, это вопрос муниципального образования. Если же это на территории какого-то промышленного предприятия, естественно, это вопрос промышленного предприятия. Но если после выявления несанкционерной свалки мы обратились к собственнику земельного участка, и он в течение месяца не ликвидировал эту санкционерную свалку, то мы, как региональный оператор, вправе это сделать самостоятельно и расходы понесенные вынести образователю отхода. Поэтому мы этим, безусловно, будем пользоваться. Это, безусловно, претензионная работа. Мы не думаем, что это будет легко, но эту работу мы наладим. То есть люди могут к вам обращаться напрямую? Да, конечно. Могут звонить, могут выходить с письмом, могут любым доступным способом проинформировать нас о наличии такой несанкционерной свалки на территории Чувашской республики. Ну, хорошо. Вот если в населенных пунктах, в деревне какой-то, да, привыкли выбрасывать мусор в овраг, никогда там в помине не было ни контейнерной площадки, ни самих контейнеров, а мусор вывозиться должен. Привыкли выкидывать, ну, не знаю, закапывать со временем как-то. В этом случае что делать? Организовывать площадку в деревне населения? Да, первое. Куда идти? Люди хотят культурно выбрасывать мусор? Безусловно. Мы пойдем пока двумя путями. Первое – это будем организовывать контейнерные площадки. Сами? Да, будем увеличивать и увеличивать. Не только сами, это и муниципальная власть имеет возможность это делать, и перевозчик может это делать, который будет определен в ближайшее время. Мы конкурс на определение перевозчика объявили. А это может делать и региональный оператор при условии, что у него в тарифе будет заложена сумма на организацию закупок контейнеров. И пойдем вторым путем, который сегодня приемлем. Законодательство это нам разрешает делать. Так называемый плановый регулярный сбор. То есть машина проезжает по какому-то графику, по населенному пункту, допустим, по деревне какой-то, и собирает мусор в пакетах. Потом эти твердые коммунальные отходы вывозятся на действующий полигон. Вот эти два метода будем использовать. Постепенно мы перейдем к тому, что в каждом населенном пункте будут контейнерные площадки. То есть к этому вы идете. А с каким мусором вы работаете? Хорошо. Бывают же разные категории. Мы работаем только с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором. Здесь, наверное, нужно еще говорить о том, что ни в коем случае бремя ликвидации этих несанкционированных валок, она ни в коем случае на население не ляжет. И постнаселение не думает, что они будут уже оплачивать за то, что там предприятие сегодня будет с оврагов, так скажем, вытаскивать мусор. Во-вторых, сегодня действительно того законодательства, которое в области тарифного регулирования есть, оно запрещает нам закладывать в тарифе контейнерные площадки из самых контейнеров. Запрещает? Да, запрещает. Поэтому это не в тарифе сегодня, эти все затраты по установке контейнеров и установлению контейнерных площадок. С изменением законодательства мы этого допускаем, что это возможно будет в последующий период регулирования, так скажем, на следующие годы. Но сегодня органы местного самоуправления должны обеспечить, как обеспечивают они поставку услуг водоснабжения, теплоснабжения или водоотведения, то и размещение твердых коммунальных отходов они также должны обеспечить, показать, где будут контейнерные площадки, кто будет устанавливать эти контейнеры, договориться, какие-то соглашения или договор аренды составить с перевозчиком. И в дальнейшем, как только изменится порядок, так и будут внесены изменения соответствующие в тарифную расставляющую. Хорошо, это на муниципалитет получается, да? Да, это нагрузка вся сегодня ложится на муниципалитет и на регионального оператора, как они между собой договорятся. А вот обслуживание этих площадок, допустим, кто должен следить за тем, чтобы соответствующая она выглядела, была огорожена? Там же есть правила и по Санпину, и... Ну, смотрите, время содержания контейнерной площадки, если она расположена на придомовой территории, которая входит в состав общего имущества, то, соответственно, такую площадку содержит управляющая организация, которая обслуживает. Это либо управляющая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК. Если контейнерной площадки располагается на земле, которая не входит в состав общего имущества, то такую площадку, получается, у нас содержит тот собственник земельного участка, на котором она расположена. Есть определенные также требования расположения контейнерных площадок, то есть они должны быть не ближе 20 метров к жилому дому, но не дали, чем 100 метров по отдаленности для того, чтобы собственники имели возможность свои твердокуммунальные отходы на эту контейнерную площадку разместить. Думаю, что в городе как раз этим вопросов меньше, больше, наверное, все-таки у сельских жителей. Вот товарищеские, да, вот эти вот дачные участки, они же тоже должны куда-то мусор выносить. Есть у нас вот это вот все оборудование, куда люди надевают то, что они производят в течение летнего сезона. Часть садоводческих товариществ, в принципе, заключили договор с вывозящими компаниями, они работают, но отдаленные садоводческие товарищества пока еще не заключили ни с кем договора, поэтому это в зоне нашей ответственности, мы этим будем заниматься, мы будем заключать договора, мы будем организовывать вывоз твердокуммунальных отходов. Ну это, видимо, на сезон следующий, на летний час вы уже не успеваете. Да, на этот сезон мы, безусловно, не успеем, на следующий сезон мы это будем организовывать. Хорошо. Ну вот более-менее картина становится ясной, что новая строчка, новая плата, все равно какая-то сумма, она будет, наверное, все-таки выше, чем люди привыкли к этому платить за твердокуммунальные отходы. Может быть, есть какие-то категории граждан, которым будут оказываться меры социальной поддержки. Кто-то может платить меньше, больше, от чего зависит, как малоимущих коснется вот это вот нововведение. То есть, допустим, в квартире 5 человек, теперь им нужно будет платить за пятерых. Ну, у нас в республике получательный мер социальной поддержки, в том числе и по оплате за школу, является более 314 тысяч граждан. И в текущем году на эти цели в бюджете уже предусмотрено направить около 2 миллиардов рублей. То есть, это ежегодно такая сумма направляется. Хочу сказать, вот переход на новую систему обращения СТОКО у нас влияет на предоставление следующих мер социальных услуг. Это ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. Эта льготника категория очень большая. Сюда входят и инвалиды войны, и участники Великой Отечественной войны. Сюда входят и инвалиды, и семьи, имеющие детей инвалидов. Сюда входят и семьи умерших, погибших, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Эта категория в текущем году, эта категория мы выплатили в размере более 250 миллионов рублей. 109 тысяч у нас федеральных льготников. Конечно, мы здесь сделали уже совместно с нашими казенными учреждениями, которые осуществляют выплаты некий расчет. И если конкретно взять какую-то категорию, возьмем, давайте, самую многочисленную категорию. Это инвалиды и семьи, которые имеют детей инвалидов. Это 84% от общего количества федеральных льготников. Это самая большая категория. Если ранее расходы по вывозу ТКО, данная выплата им не компенсировалась, то в свете новых решений с переходом на новые обращения с коммунальными отходами, эта компенсация будет выплачиваться им на одного человека. Примерно расчет на этот размер составит около более 37 рублей. Если взять, например, инвалиды войны, это категория, взять участника инвалидов, участника инвалидов войны, например, состав семьи из двух человек, в том числе из инвалидов войны, занимает площадь 50 квадратных метров, то компенсация составит, наверное, это расчетно 12 рублей с плюсом. Это будет компенсация, которую мы выплачиваем по оплате жилищно-коммунальных услуг. Следующая категория – это субсидия за оплату жилищно-коммунальных услуг. Мы выплачиваем это субсидии гражданам, у которых расходы за оплату ЖКО превышают 22% совокупного дохода семьи. Такая категория у нас более около 17 тысяч таких семей у нас получает. В этом году получили более уже 160 миллионов рублей субсидию на оплату ЖКО. От данной категории мы тоже провели расчеты и дополнительно ежемесячно из бюджета республики будет необходима около 900 тысяч рублей. А по году это будет где-то до конца года это будет 2 миллиона 700 рублей. Хочу еще раз подчеркнуть, что все средства, которые направлены на государственную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг, они, конечно, предусмотрены в полном объеме до конца года. То есть и федеральные льготники, и субсидия граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть каких-то дополнительных документов уже собирать не нужно, это идет в рамках всех выплат, которые получают льготники? Нет, никаких дополнительных нет. Дополнительных документов представлять в наше учреждение нет необходимости. Хорошо, а можем мы все-таки сказать, насколько меньше они будут получать? Или нет пока такой? Меньше. Или платить будут меньше? Насколько? Субсидию. Мы платим компенсацию и субсидию. То есть по нашим расчетам субсидия, она не будет уменьшаться, она будет только в сторону увеличения, в сторону небольшого увеличения выплачиваться. Сам порядок расчета платы, вот он, как мы говорим, меняется сам порядок расчета платы. Сегодня оплачивая в составе жилищной услуги, еще раз подчеркиваю, мы не видим, какая это фиксированная сумма. У каждого она разная. Поэтому у каждого потребителя, так скажем, и с октября по-разному изменится платежка. Да, мы говорим о том, что те, та группа населения, которые живут в малогабаритных квартирах большим количеством, у них появляется на одного, на два, на три, на четыре человека оплата. И когда в этом жиле проживает 4-5 человек, то мы видим, что у них рост произойдет за рост платы, за коммунальные услуги произойдет. Да, это может быть и 9%, это может быть и 9, и 10%. То есть они его почувствуют реально? Они его почувствуют, да, реально. Но есть в то же время другая категория граждан, которые сегодня проживают в трекомнатной квартире одиноко, проживает гражданин, проживает. И получается у этого гражданина произойдет снижение оплаты за сбор вывоз ствердокоммунальных отходов. Сделали такой анализ. Больше 55% граждан будет, так скажем, в красной зоне, у кого произойдет рост платы именно в связи с введением, в связи с переходом на новую систему обращения с твердокоммунальными отходами. Вот еще раз хочу вернуть к своему сайту. Мы сделали конкретные платежки по городам. Можно открыть, посмотреть. Одинокого проживающего в однокомнатной квартире, или там два человека, проживающих в двухкомнатной, или пять человек, проживающих в водной или двухкомнатной квартирах. Все эти расчеты произведены и привязаны уже к конкретным адресам и квитанциям, к управляющим компаниям. Кому это интересно, можете все это изучить. Если, конечно же, сегодня у кого-либо возникнут вопросы, мы на эти вопросы готовы ответить. Еще раз хочу подчеркнуть, в связи с тем, что появляется новая услуга, плата за содержание жилья у граждан должна уменьшиться. И за этим должны проконтролировать сами граждане. То есть сами жильцы должны проспроанализировать, какого расчетка они получили. У них уменьшилось сбор, так скажем, платы за содержание жилья. Просто хочу дополнить, вот вы говорите, там 55%, если идет увеличение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в свою очередь, значит, увеличивается и субсидия, и компенсация. Это так связано. Если увеличивается, то увеличивается и субсидия, и компенсация у нас за оплату жилищно-коммунальных услуг. Лариса, я так понимаю, вот те граждане, которые сегодня по каким-то причинам не обращаются за субсидии, да, они все равно могут право свое проверить. Да, сегодня они на пороге. А доход семьи у них там составляет определенную величину, и платы за коммунальные услуги не превышал эти 22%. Кто-то на пороге. А у кого-то этот порог именно переступается в связи с введением нового, так скажем, новой услуги, они могут сегодня прийти и проверить свое право в отделах соцзащиты. То есть мы можем ожидать увеличения таких получающих субсидий или нет? По нашим расчетам увеличения категории не будет, но суммы... Право проверить, да? Нет, право-то они могут проверить. Увеличения количества получателей, скорее всего, не будет. У нас будет увеличение уже получаемых размеров. Размер субсидий. Размер субсидий, возможно, будет увеличение. В связи с тем, что у некоторых категорий увеличивается и оплата за жилищно-коммунальные услуги. То есть, возможно, на свое право каждый может гражданин проверить. Я уже говорила, на субсидию это право гражданина, если 22% расхода превышает на совокупный доход семьи. Если превышает, то у него есть право на получение субсидии. То есть они могут по месту жительства обратиться в наши отделы социальной защиты населения. У нас работают квалифицированные специалисты. Они могут дать и разъяснения, и какие необходимые документы собрать для получения этой субсидии. То есть у нас вся информация, она имеется на сайте Министерства труда. Все выплаты, все меры социальной поддержки, они у нас доступны и открыты для жителей. Ну, все-таки переход на новую систему, это всегда и сложности, и трудности, и много непонятных вопросов. Какой-то опыт регионов изучался, опирались на кого-то, где уже очень успешно это реализуется, и жители уже понимают, и вопросов меньше задают. Наверное, в целом, если сказать, переход на новую систему врачей с отходами – это новый веха для всех субъектов. В этой части мы, наверное, одни из лидеров Российской Федерации. То есть фактически мы идем путем установленных законов, соответственно, путем проб и ошибок. Мы понимаем, что основная наша задача – это обеспечить для наших граждан качественную среду, в первую очередь. Если, скажем так, поводать не в лучшие условия наши отдельные категории граждан, мы принимаем меры, в том числе и по защите их, соответственно, то есть дополняем финансовство по субсидиям, соответственно. В целом, что можно отметить? Конечно, будут сложности, как я уже первоначально говорил, будут сложности, будет множество вопросов, на которые мы однозначно будем отвечать и встречаться на площадках, различных площадках с населением, с общественными и так далее. Будем обсуждать, где какие, скажем так, вопросы будут задаваться, мы будем на них отвечать. Одно можно обозначить, и это точно и важно. Решение в части перехода на осеннаборачивание с отходами есть. Все закреплено федеральным законодательством. Проблема озвучена, она до внешней, и если мы не будем решать ее сейчас, то через несколько лет мы придем, ну, как минимум, к экологической катастрофе. Соответственно, мы должны сейчас поработать так, в первое, чтобы это не отразилось на наше население, и представить наиболее, скажем так, качественные услуги, в данном случае коммунальные услуги. Фактически, на сегодняшний день, на территории Чувашской республики перевозка мусора, соответственно, от управляющих компаний, ну, квартирных домов, соответственно, и дорогих домов, и недоих жилых домов, осуществлялась различными перевозчиками. К чему это приводило? В теории, так скажем, они должны этот мусор были направлять на полигоны, но фактически недобросовестные перевозчики, к сожалению, вывозили их на различные, в овраги. Это надо признать, это правда. Были такие случаи. Ввозили их, скажем так, на определенные свои заводы, на которые сжигали данный мусор. Такие факты тоже были, и они были для всех известны. Поэтому, учитывая, что сейчас по всему тому спектру задач, которые обозначены региональному оператору, ответственность от регионального оператора, и спрос от граждан непосредственно за качество услуг, за своевременный вывоз и перевоз, соответственно, этих отходов непосредственно с регионального оператора, можно, скажем так, сказать, что в целом качество услуг предоставления гражданам будет улучшено. Как я и говорил, однозначно мы в целом столкнемся с определенным спектром вопросов, которые будут муссироваться и различными, так скажем, общественными организациями, конечно же, в первую очередь, это граждане, готовы к диалогу, готовы разъяснять. Это, наверное, самая наша основная задача для того, чтобы разъяснить, что, для кого и как это делается. – Действительно, в конце октября месяца или в начале ноября, то есть по тем или иным муниципальным образованиям люди получают разные периоды квитанции. Конечно, у жильцов будет очень много вопросов, в каком размере было все-таки уменьшение, где, сколько эта стоимость в плате раньше составляла. Поэтому, чтобы у людей было понимание, в первую очередь все-таки надо обратиться в управляющую организацию. Они должны четко разъяснить, сколько эта услуга стоила у них раньше, насколько у них размер платы уменьшается и сколько сейчас эта услуга будет стоить. Соответственно, надо предоставить расчет. Я уже, может, немножко повторяюсь, но все-таки у управляющей компании есть такая обязанность для того, чтобы у человека было понимание. В случае, конечно, если у управляющей компании, соответственно, еще и работу не будет проводить, у людей будут вопросы, соответственно, будет обращение. По поступающим обращениям будем уже проводить мероприятия контрольно-надзорные в отношении исполнителей. Мы с управляющими компаниями разнесли эту беседу, провели уже, они готовы? Вы к диалогу не вообще? Да. Жителям готовы выходить? В течение последнего месяца, сентября, мы уже неоднократно выезжаем, проводим кустовые совещания на территории Чувашской республики, на которых присутствуют все представители ведомств, которые и организации, которые сегодня у нас и за округлым столом находятся, собираем всех управляющих компаний, ТСЖ, представителей ТОСов, также органов местных соуправления, доводим для них соответствующую информацию, выстраиваем план, график работы и все неурегулированные вопросы решаем уже в рабочем порядке. Ну, госслужбы по тарифам также сегодня есть контрольные функции, мы в следующем также будем анализировать титанции, как будет меняться, так скажем, размер вносимой платы граждан, в том числе будем проверять, какие будут применены тарифы региональным операторам. Ну, к оператору, наверное, будет тоже больше всего вопросов, потому что вы на этом рынке для нас человек новый, имейте в виду, обращаться будут непосредственно к нам, так как с вами будут жители и видеться чаще всего. Да, отрасль, по большому счету создана новая отрасль, это отрасль обращения с отходами, отрасль достаточно сложная, достаточно многогранная. Сегодня региональный оператор, в принципе, готов к этой работе. Создана структура работы, мы ее будем расширять, мы где-то в октябре месяце в каждом муниципальном образовании будем иметь своего представителя, чтобы люди могли обращаться по тем или иным вопросам. Этот представитель будет в том числе и контролировать работу перевозчиков, в том числе будет контролировать и работу полигонов, которых у нас сегодня 11 по республике, действующих полигонов, которые имеют, и у них обозначен тариф. Ну, я хочу обратиться к руководителям муниципалитетов, без вашей помощи мы, безусловно, не сможем нашу работу наладить качественно, поэтому будем совместно работать, будет у нас успех. Сегодня региональный оператор готов к работе, видит перспективу, знаем, в каком направлении нужно двигаться. Мы готовы поддержать, и мы готовы, все средства, как я уже сказала, уже в бюджете, они предусмотрены, они предусмотрены в полном объеме, поэтому выплаты, они будут производиться своевременно и в полном объеме. Поэтому вопросов нет, наверное, к нам. Спасибо большое за содержательную беседу. Я думаю, что эту тему мы не раз с вами будем обсуждать, встречаться на различных площадках, не один сюжет сделаем. Но если будет желание, приходите к нам еще, мы в любом случае к этого общению и разъяснять зрителям о нововведении в область обращения с отходами. Спасибо большое еще раз. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин